Ваши вопросы, которые вы задаете мне в моем чате, сейчас я посмотрю, началась ли трансляция. Есть звук хороший, супер. Ну что ж, вы задаете прямо сейчас, я вижу вопросы. Сейчас я перейду еще на ютуб и посмотрю. Ютуб и посмотрю. Сейчас, сейчас, секунду. Ютуб и посмотрю. Жена сказала, что я не расчесался. Sorry. Как-то упустил я момент, знаете, вот. Ну ладно, извините. Забыли расчесать меня перед выходом. Ну что, Дана, и еще у ребенка, и еще у ребенка проблема. У него синими под глазами и появляются ранки на лице, особенно в зимнее время. Ему 10 лет. У него еще отслаивается кожа на руках и ногах. Пошел курс, прошел курс от гельминтов, пропил ему на грант. Что ему нужно для здоровья? Вот то, что у него отсохнет кожа на руках и ногах, называется ксероз. И вот этот ксероз, он обычно возникает у подростка и у взрослого человека на фоне аллергической реакции. Это может быть холодовая аллергия, она может быть пищевая аллергия и так далее. Но чем лечится? Антигистаминами, препаратами можно лечить. Также попробовать сдать аллерготесты и так далее. Но мое мнение такое. Если человек принимает, если человек увеличивает прием поваренной соли, также в такой соли руки окунают или производит ванночки с такой солью поваренной, то в дальнейшем ксероз можно излечить. Итак, что необходимо делать? Наш препарат называется Галит. Одна таблетка на ночь запить водой. Препарат Аллергонорм. Одна таблетка два раза в день. И бетулиновая кислота. Одна таблетка два раза в день. Я уверен, один месяц и такой проблемы не будет. То, что у него синие под глазами, говорит о том, что он не высыпается ночью. Это говорит о том, что ночью происходит у него пноя. То есть, видимо, недостаточно. Почему под глазами синие? Объяснений очень много. Но я хочу сказать свои наблюдения. Можно сказать клинические наблюдения из практики. Когда ребенку даем кальций, то один из побочных эффектов – исчезают синяки под глазами. То есть, если ребенку начинать давать кальций. Какой кальций хороший? Ну, обзор кальция я делать не буду. Я тоже выпускаю кальций. У меня их четыре. Это кальций с витамином В6. Это кальций с черникой. Это карбонат кальция. И мой любимый препарат называется цитрокальцимин. Цитрокальцимин – это цитрат кальция, который имеет приятный вкус, такую белую консистенцию. Вот я рекомендую его принимать. Хотя, в принципе, можно принимать в таблетках карбонат кальций или кальций с черникой. Принимая данные препараты, можете любой другой кальций. Принимать биокальций компании, любой абсолютно, которые ее продают, которые представлены в вашей стране. Принимая кальций, вы избежите в дальнейшем появления вот таких синих, наверное, близко располагающихся сосудиков под глазами. Это обычно реакция ребенка на сон и его недосыпание. Второй препарат, который я бы порекомендовал – это мелатонин. Дело в том, что мелатонин является ноотропом, является прекурсором допамина и связан с циркадными ритмами человека. Циркадные ритмы – это реакция организма на соблюдение режима. То есть, в случае, если человек ложится вовремя спать, то он высыпается, просыпается вовремя и так далее. И это называется циркадным ритмом человека. На циркадный ритм влияет дополнительная информация, истощение нервной системы. Ну и очень много есть таких нюансов, которые влияют на циркадные ритмы человека. Это общение с гаджетами, это переживание в вечернее ночное время, это, может быть, чрезвычайно излишнее или избыточное освещение ярким светом, близким к дневному свету. Это все в комплексе и может приводить и вызывать в дальнейшем появление вот таких сбоев сна и в дальнейшем вот так появляться. Если не досыпает и просыпается раньше, то еще хуже. Путем введения мелатонина в рацион питания, это пищевая добавка, наотропный препарат, на ночь обычно его принимают, одну или две таблетки. Одним из таких вот эффектов хороших, которые появляются, это появление, исчезание вот таких темных и синего цвета веночек из-под свек, и ребенок начинает лучше себя чувствовать. Татьяна Курыня. Добрый день, Андрей Андреевич. Идут мои часы или не идут? Вроде идут. Добрый день, Андрей Андреевич. Мой сын еще в студенческие годы подрабатывал ночью в Макдональдс. Мыл сковороды и от горячего подсолнечного масла. Теперь уже больше 10 лет страдает от высыпаний и покраснений на лбу. Был у многих дерматологов и других врачей, ничего не помогает. Немного помогает снять раздражение. Дорогой импортный крем Ультра Хидратат Крем. Что это и чем можно помочь сыну? У вашего сына формируется заболевание, которое имеет аутоиммунный принцип. Вот чем я бы советовал ему лечить? Первое, принимать препараты для селезенки. Это наш препарат Сплен Лав. Две таблетки два раза в день. Наш препарат Аллерго Норм. Две таблетки тоже можно три раза в день. Цитрокальцимин одна чайная ложка один раз в день. Мускус одна чайная ложка на стакан воды один раз в день. Можно еще Каолин. Одна чайная ложка на стакан воды два раза в день. Также уменьшить количество употребляемой глюкозы. Меньше курить. Остановились часы. Не захотели идти. Здрасте, Андрей Андрей. Спрашивает Наталья Октябрьская. У моей дочери повышенное давление 150 на 100. Инсулин 47,4. Высокий инсулин. Глюкоза 7,8. Холестерин 5, тоже повышенный. 5,13. ЛПНС низкой плотности 3,7. 0,97 индекс. Нома 14,92. Ферритин 46. Реактивный белок 3,154. Что можно пить из избыточный вес, спазм сосудов и так далее. Смотрите, у нее, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что она, скорее всего, болеет сахарным диабетом. Это здесь видно. Причем она болеет сахарным диабетом второго типа. Какими препаратами ей необходимо помогать? Первое, это наш препарат Куэнзим-Ку-10. Одна таблетка, два раза в день. Второй препарат, это наш препарат гликоцитрохромин. Одна чайная ложка на стакан воды. Два раза, три раза в день. И препарат глюконорм, две таблетки, два раза в день. А также по три таблетки бетаин, три раза в день. Это все в комплексе снизит и холестерин, и можно еще инстамакс по одной таблетке, два раза в день. Это снизит и реактивный белок, и уменьшит индекс Нома и так далее. Почему человек обычно поправляется? В нескольких словах я должен об этом сказать. Человек обычно поправляется. Это все происходит на фоне того... Дело в том, что если взять два разных заболевания, допустим, заболевание сахарный диабет первого типа и заболевание сахарный диабет второго типа, при заболевании сахарный диабет второго типа обычно клинически диагностируется повышение небольшое, незначительное повышение инсулина. Такой инсулин, как правило, находится в жировой клетчатке. Обычно происходит еще и увеличивание гликирования гемоглобина, немного холестерин увеличивается и так далее. Но это дополнительные данные. Основными данными при этом является все-таки немного повышенный инсулин, то есть инсулинорезистентность. И второе. Человек при этом поправляется. То есть как бы он ни хотел, он обязательно поправляется сопутствующим этому заболеванию. Идет обычно мочекаменная болезнь, ожирение и так далее. Это все происходит по разным причинам. Это может быть отравление, сниженный иммунитет, стрессы, невозможность отдыхать полноценно, плохой сон и так далее. Это могут быть еще проблемы, связанные даже с психиатрией, и с гинекологией, и может быть связано с эндокринологией. Но одним словом это все приводит к тому, что человек поправляется. Но когда человек начинает, когда человек заболевает заболеванием сахарный диабет первого типа, у него повышается глюкоза, снижается инсулин, и в этот момент появляется нонсенс. Человек начинает очень худеть. То есть худоба и быстрая потеря веса – это первые признаки развивающегося сахарного диабета первого типа. Одна из диагностирующихся методологических единиц, которые показывают, что у человека может развиваться данное заболевание. Первые признаки – обратиться к эндокринологу. При этом человек, когда худеет, то прежде всего он расходует в большом количестве жир. А что такое жир? Жир является уникальным веществом, способным создавать эндогенную воду. То есть фактически человек, когда расщепляет жир, который находится в его теле, такой человек фактически хочет пить. То есть когда человек болеет сахарным диабетом, он пьет. Ему не хватает этой воды, и за счет этого происходит расщепление жиров, которые находятся в организме такого человека. Что делать для человека, который поправляется? Первое – необходимо увеличить жидкость. Кстати, забыл сказать. Вот там у сына под глазами в зимнее время и так далее кожа. Одна из причин ксироза, сухости кожи на ногах и руках, особенно у детей, это низкое потребление жидкости. А вы должны знать, что прием углеводов снижает… Прием углеводов требует повышения употребления жидкости. В случае, если человек принимает жиры, то ему не нужно большое количество жидкости. В случае, если вы принимаете белки и углеводы, то вам необходимо повышенное количество жидкости. Как рассчитать количество жидкости, которое вы принимаете? Сколько вам необходимо? Необходимо обратить внимание на белок. В случае, если вы принимаете на протяжении дня 100 грамм белка, вам необходим 1 литр жидкости. В случае, если 200 грамм, 2 литра. В случае, если больше, соответственно. Таким образом происходит расчет максимального, ну или как бы требуемого количества жидкости. В случае, если у вас есть ожирение, то вам необходимо увеличивать количество приема жидкости воды. Я Нина. Моей дочери Дарине 20 лет, и у нее сильно сыпет лицо. Подскажите, какими препаратами ТФ ей можно помочь? Здесь у нас еще и комедончики. И у нее есть проблема, которая связана не только с высыпаниями на лице. У нее есть проблема еще и с щитовидной железой. И вот этот блеск, который есть на лице, он отчасти может быть еще и аллергическим. Одним словом я могу сказать, что проблема вашей дочери заключается в нескольких моментах. Первое. Это сильнейший гормональный процесс. Сейчас он у нее активный, этот процесс. То есть ей, скорее всего, необходимы препараты, которые будут нормализовать ей психическое состояние. Гормональное для щитовидной железы. От аллергии. И это в комплексе может помочь. Итак, что необходимо делать? Первое. Смазывать лицо мазью. Не мазью, а бальзам такой продается в моей компании. Он называется изотоновый. Изотоновым бальзамом. Один раз в день. Желательно перед сном. Второе. Повышаем ей иммунитет. Принимаем битулиновую кислоту. Одна таблетка. Два раза в день. Третье. Улучшаем ее сон в спортивных товарах. Покупаем мелатонин. Даем ей три таблетки перед сном. Давайте ей на протяжении дня по две таблетки моего препарата, который называется поставит, чтобы нервная деятельность у нее успокоилась. А также давайте ей давать йодикс препарат. Одна таблетка три раза в день. И цитрокальцимин. Одна чайная ложка один раз в день. Также народный способ. Берется порошок соды и напополам с порошком полыни. Смешивается каждый день четверть чайной ложки. В стакане холодной воды разбалтывается и выпивается. И это у нее уберет. На демодекс вообще не похоже, поэтому все в порядке. Дана Андреевич, можете помочь. У меня уже длительное время очень чешется кожа лица и основания шеи. Появляются прыщи и не уходят, а чешутся. Также кожа стала очень сухой и ее тянет. И глаза как в тумане, и также чешутся. Пропила курс от гельминтов и начала пить битулин. Сейчас заказала изотоновую мазь. Смотрю на маше лицо. В ветеринарной клинике продается мазь. Она называется аверсектиновая или аверсект. Вот такой мазью аверсект. Смазывайте лицом. Дальше второе. Принимайте соду. Одна чайная ложка соды на стакан воды два раза в день. Дальше. Битулины вам не нужны совсем. Есть еще такая мазь. Она называется серная. Продается она в аптеке. Разведите эту серную мазь и после душа целиком этой мазью обмажьтесь. И после чего через час можете искупаться. И вот такого заболевания не будет. Скорее всего. Также вам необходимо обратить внимание на заболевания легких и заболевания поджелудочной железы. Принимайте препарат панкресорб. Препарат и препарат демилон. Демилон. Любой ворона. Здравствуйте, уважаемый Андреевич. Прошел год, как я болела ковид. По вашей рекомендации лечила последствия отсутствия обоняния спреем эмбрионозином. Но, к сожалению, никаких результатов. Нужно время или еще что-то предпринять. В случае, если у вас не появляется запах и вы не реагируете на применение эмбрионозина, то, скорее всего, нарушения произошли где-то в другом отделе. И, скорее всего, это с носом не связано. Что я рекомендую предпринимать? У нас есть препарат, называется Аурум золото. Вот его можно принимать в виде ингаляции, а также принимать перорально. Одна чайная ложка, два раза в день. Ингаляции можно его в ингалятор компрессионный заливать и делать ингаляции по 1-2-3 минуты, можно 1-2 раза в день. Это улучшит общее состояние ликвора мозга, повлияет и улучшит общее состояние обоняния. И я знаю, что в случае, если там произошли воспалительные процессы, то может помочь вам справиться с вот такими воспалительными процессами. В случае, если у человека после ковид нет обоняния, еще может помочь обычные солевые ванночки. То есть каждый день необходимо проводить солевые ванночки, ставить ноги в солевой раствор, в горячую воду, после чего ноги желательно натирать камфорным спиртом. Это улучшает состояние носоглотки почему-то и в дальнейшем заметно улучшает процесс восстановления обоняния. Также можно использовать препарат, называется спрей тронгиновый. Ирина Алехина. Здравствуйте, Андрей Андрич. Нахожусь за границей. Три недели болит низ живота. И нет возможности попасть к врачу. Занималась физической нагрузкой, как-то потянула шрам от кесарева. Думаю, из-за этого есть ли способ самой восстановиться. Ну, чем вы будете восстанавливаться? Камфорным спиртом можно помазать поясницу. Как вы будете сами? Ну, шерстяная тряпка. Как бы от всех заболеваний низа живота. Возьмите шерстяную тряпку, заверните ее, чтобы она шерстью была к вашему телу. Обвяжитесь вверху. Ну, вот так. Противовоспалительные препараты можно попринимать. Мывалис, Деклафенак. Попробуйте. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Предлагают переехать по работе в Запорожье, в Грузию. Стоит ли переезжать? Понятно. Андрей Андреевич, мир вашему дому, мир вашей стране. Он будет, когда российская армия, оккупант нашей страны, покинет нашу страну. Только вот что нужно. Один лишь человек это может прекратить и сделать может прямо сегодня. Это может сделать Путин. Вот если он сегодня скажет, все, война закончена, то война закончится и на этом все закончится. Все. Мир будет, если это не от Украины зависит. Уже к вечеру поднимается температура до 37,5-38 уже почти месяц. Субфирильная температура называется. Чем лечится? Женские препараты необходимо принимать. Очень часто перед климаксом начинаются вот такие проблемы. Каким образом это лечится? Принимаются препараты женское здоровье, можно принимать КЛ-Рикс, и можно принимать Матрикс Норм. По две таблетки два раза в день. Это препараты, которые не вызовут никакой дисгармонии, то есть это не гормональные препараты, в общем, все будет хорошо. Обратилась сегодня женщина ко мне и говорит, Андрей Андреевич, у меня нет месячных очень долгое время, помогите мне, пожалуйста, семь месяцев нет месячных и так далее. И я понимаю, что эта проблема, она на сегодняшний день настолько актуальна и настолько широко проявляющаяся, это функциональная гипоталамическая аминария. То есть функциональная гипоталамическая аминария является заболеванием, которое связано с тремя элементами. Первый элемент, прежде всего, это отсутствие месячных от 4-х и до года месяцев, нарушение секреции гонодотропных гормонов, снижение уровня эстрогенов, ну и так далее. Почему обычно это возникает? Смотрите, человеку, который страдает аминария, это очень частое явление на сегодняшний день, обычно необходимы 3 врача. Первый врач это диетолог, первый самый главный врач это психиатр, второй врач это диетолог, и третий врач это гинеколог. Как бы убирать уже последствия, назначать гормональную панель, можно еще эндокринолог. Я вам прочитаю, почему это появляет. Чаще всего развивается на фоне стресса, резкой потери массы тела, чрезмерных физических нагрузок, изменение пищевого поведения, снижение калорийности пищи, отказ от определенных продуктов, вегетарианство, веганство, голодание. Начало интенсивных занятий спортом, нередко приводится на фоне стресса, и расценивается пациентами, как меры по оздоровлению образа жизни, улучшение фигуры, снижение избыточного веса, по мнению пациентов и окружающих. Эти действия в конечном итоге приводят к снижению массы тела, и что наиболее важно, процентного содержания жировой ткани и нейроэндокринным нарушениям. Подобные же проблемы наиболее ярко появляются у женщин, профессионально занимающихся спортом. И здесь клинические проявления. Снижение объема жировой ткани менее 25% от общей массы тела, по данным динситометрии жировой ткани, взаимосвязано со снижением гормона жировой ткани лептина, ниже порогового уровня, который играет значимую роль в регуляции репродуктивной функции. Помимо этого, на фоне снижения жировой ткани отмечается усиленная секреция гормона голода, нейропептида йод, который, как лептин, находится в тесных взаимоотношениях и опосредует свое влияние на репродуктивную функцию на уровне гипоталамуса. Отсутствие менструации в течение 6 месяцев и боли, признаки гипоэстрогении, сухость кожных покровов, слизистых, ломкость волос, снижение полового влечения, ухудшение памяти, а также риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия, аминорея часто может приводить к состоянию, при котором у человека развиваются заболевания тревожности, заболевания депрессии и психоза. Таким образом, можно сказать, что это заболевание, на которое как бы никто не обращает внимания, тем не менее, нынешняя молодежь, которая тотально склонна к тому, чтобы бесконечно худеть, уже поголовно имеет аминорию. Можно ли чем-то лечиться? Ну, я могу сказать, каким врачам необходимо идти и что необходимо делать. Первое. В рационе питания человека, у которого нет месячных, независимо от веса, должна присутствовать жир. Какой жир? Это оливковое масло, это животные жиры, это сливочное масло в обязательном порядке. Второе. Второе. В случае, если аминорея длится долго, необходимо сделать гормональную панель и просмотреть, есть ли снижение прогестерона, и обратиться к гинекологу, и возможно назначить препараты, которые необходимы, в случае, если антагонисты или препараты, которые будут добавлять эстрадиол и так далее. То есть, это может быть дюфастон, там целый ряд этих препаратов есть. И посмотреть, нет ли развития психического заболевания, нет ли длительной бессонницы у девочки такой, нет ли у нее булимии, нет ли у нее тотального отказа от пищи, нет ли у нее неврозов, депрессии, психозов, развивающихся тяжелых заболеваний, там биполярного состояния или биполярного маниакально-депрессивного психоза, там синдрома тревожности, депрессии, возможно, каких-то отдельных заболеваний типа компульсивного синдрома, обсессивного, шизофрении и так далее. Таким образом, выяснить, не является ли у нее, нет ли у нее психиатрического диагноза, который мешает ей нормально питаться и так далее. Какие мои препараты я рекомендую? Первое – это гормонорм. Гормонорм – это препарат, который поможет увеличить накопление жировой клетчатки в организме. Он очень рекомендован тем, у кого есть аминорея. Второе – человек, у которого аминорея, не должен соблюдать диету, не должен. Особенно в рационе питания должны присутствовать жиры. Третье – препарат, который называется у нас дисминора и препарат эмбриофемина. Эмбриофемина при дисгормональных нарушениях. Это препарат, который нужно вводить вагинально, производить спринцевание. Препарат еще один – Матрикс Норм и еще один препарат Эл-триптофан на ночь. Три таблетки и поставить на ночь тоже три таблетки. Вот таким образом можно улучшить общее состояние. Кто с ними живет с худыми, тот обязательно совершает ошибку. Объясню почему. Если живешь с худой женщиной, рано или поздно мужчина столкнется с тем, что ей не нужно заниматься интимом. Почему? У нее не будет происходить половое влечение. Как только у женщины исчезает большое количество жировой клетчатки и не формируется, у женщины начинаются проблемы взаимоотношения. Появляется половая ригидность. Вот так. Ну, бывает. Поэтому, мужчины, не выбирайте худых. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня эрозивный гастрит. Как вылечить? Спасибо вам большое. Эрозивный гастрит я рекомендую лечить препаратом, который у нас называется бетаин. Принимайте его три таблетки три раза в день. Принимайте препарат, который называется здоровый желудок и лизоцин. Лизоцин две таблетки два раза в день. Здоровый желудок две таблетки два раза в день. Бетаин три таблетки два раза в день. А также принимайте еще цитрокальцимин. Одна чайная ложка, желательно во второй половине дня ближе к вечеру. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, как помочь моему мужу у него в паху появилось несколько мелких образований. Как папилломы, покраснение и зуд, ничего не помогает. Спасибо большое. Смотрите, то, о чем вы говорите, может быть самым невероятным заболеванием. Я считаю, что есть смысл данное заболевание показать кожному врачу, возможно, даже венерологу. Дело в том, что такие образования, как папилломы и покраснение и зуд, они могут быть синдромом не очень хороших болезней. Поэтому хорошо было бы это все же обратиться не ко мне, а обратиться ну и может быть и хороших, если можно выбирать среди болезней. Но прежде всего однозначно, если это мешает человеку, в однозначном порядке необходим кожевенеролог, чтобы поставил диагноз. Нет, не смогу помочь, не имею, несу ответственность перед вами и не имею, наверное, права на то, чтобы что-либо рекомендовать. Андрей Андреевич, скажите, лечится ли некроз поджелудочный или это уже приговор? Некроз это умершая ткань. Восстановить умершую ткань невозможно. То есть, в случае, если происходит некроз, в дальнейшем происходит кальцинирование некроза и это фактически умершая кожа. То есть, есть орган, если происходит некроз, то это фактически обозначает отмирание. Можно ли чем-либо некроз? Ну, не знаю, если диагноз неправильный и некроз поставлен опытным путем, не было произведено гистологическое исследование, биопсия, а просто как бы гипотетически и это не некроз, а там допустим еще до сих пор панкреас и там на фоне панкреатита, то можно по идее попробовать. Чем? Ну, можно попробовать препаратом панкресорб в виде чая и битулиновой кислотой. То есть, битулиновая кислота две таблетки два раза в день, лизоцимом, одна таблетка два раза в день. Есть еще такое вещество называется кверцетин, биофлавоноид и он прекурсор рутина и можно попробовать его, если найдете его попринимать. Вот так. Но в целом в целом диагноз неблагоприятный. Валентина Вдовиченко Здрасьте, Андрей Андреевич, здрасьте. Петли тонкого кишечника смещены в полость таза. Такое часто бывает, что петли тонкого кишечника смещены в полость таза. В народе такое называли надсадой. И чем лечили? Лопчаткой. То есть, принимали лопчатку, заваривали лопчатку, столовая ложка на стакан кипятка и пили ее два-три раза в день. Если ущемления нет, то тогда в том, что есть такие петли, ничего в этом страшного нет. Обычно обвязывается живот, чуть-чуть приподнимается, ну и рекомендации это корсет. Опять-таки, однозначно, на 100% наблюдение динамики данного заболевания, смотреть, нет ли более сложных заболеваний, не развиваются ли эти более сложные заболевания. Одним словом, постоянное наблюдение у врача. Опущение матки, как вылечить? Никак не вылечить опущение матки. Не бывает таких способов, чтобы опущенную матку кто-нибудь вам поднял. В случае, если кровотечения нет, это очень хорошо, потому что сначала происходит опущение матки, потом начинаются маточные кровотечения. Облегчить чем? Но я считаю, что во время климакса такое заболевание, оно в дальнейшем не диагностируется, потому что кровоснабжение матки заканчивается, приуменьшается и в дальнейшем она тяжелой уже такой не становится. То есть, ее тонус уменьшается и такого большого количества крови в ней нет. Есть ли народные способы поднимать матку? Есть народные способы, это ставят банки такие большие на низ живота, это болезненно, неприятно и не всегда эффективно. Помочь народные способы поднимать матку, это принимать лапчатку, я сегодня о ней говорил, а также ставить вагинально, брать тампончик, обмакивать его в натуральную сметану или сливки, только натуральные, и ставить на ночь, а утром спринцеваться один стакан воды по две капли аромамасел, нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. Вот так. Еще во время... Так, пальцы рук поражены остеоартритом второй степени, чем можно помочь? Натирайте камфорным спиртом, натирайте камфорным спиртом из моих препаратов вообще вот можете мне не верить, но остеоартрит очень сложно лечить, вы уже наверное знаете. Натирайте камфорным спиртом, это даст облегчение, заметное улучшение. Но здесь такая вот есть тема, никто вам никогда не вылечит по идее остеоартрит, потому что он будет в дальнейшем развиваться, будет деформирующий полиартрит или деформирующий артрит кисти, то есть это будет развиваться, возможно там жидкость будет появляться, ювенильный артрит и так далее. То есть вам назначат гормональную терапию, возможно там медрол, пронизолон, противовоспалительные препараты какие-либо или даже метатрикса попробуют или постараются полечить. Но сам процесс вот этого гемилинизации сустава, а также сам процесс улучшения работы сустава не будет проходить. И здесь вопрос, а чем же можно помочь? Так вот, я могу сказать вам, что если человек задастся целью и вместе с лечением артрита начнет закапывать свой нос просто мумиё, то есть разводить мумиё в горячей воде и когда остынет закапывать свой нос 5-6 или даже до 10 раз в день полоскать горло можно фуруцелином или можно таким мумиё тоже, также можно глотать такой раствор, то процесс улучшения работы суставов происходит ну в 10 тысяч процентов быстрее, чем если его лечить вот просто обычными препаратами. Именно поэтому скорее всего есть какая-то такая вот закономерность между заболеваниями носоглотки видимо появляющиеся колонии стафилокока влияют каким-то образом хронически влияют на человека и появляются вот такие ревматоидные заболевания. Поэтому если лечить носоглотку то в дальнейшем происходит улучшение всего остального. Также улучшение иммунитета. Улучшить иммунитет у меня есть мазь, которая можно убрать боли в суставах. Эта мазь называется Габана. Она 100% прям великолепно работает устраняя боль особенно при артритах. Ну и улучшать иммунитет потому что иммунитет необходимо ставить на первое место так как именно иммунитет должен был побороть данное заболевание или побороть колонии стафилококока или вообще помочь вам избавиться от всех болезней. И такой иммунитет его можно поддержать нашим препаратом который называется битулиновая кислота. одна таблетка три раза в день. А я забыл сказать а мне попросили мне сегодня об этом сказать. Уважаемые господа прямо сейчас идет у нас скидка и она будет идти аж до 25 ноября. Это скидка на покупку всех препаратов компании Тибетская формула скидка минус 30% на все препараты компании. Поэтому переходите на наш сайт и выбирайте те препараты о которых я говорю или те которые вам необходимы и сможете заметно сможете заметно себе помочь. что можно пить от давления мне очень помог коэнзим q10 правда мне вот лично очень помог коэнзим q10 и битулиновая кислота коэнзим q10 ну и все вот я принимал коэнзим q10 битулиновую кислоту мелатонин на ночь мне очень помогло от давления не знаю что помогло мне больше но вот я просто удивлен то есть давление у меня было заболевание лимфогранулематоз я проходил химиотерапии там облучение были оперативные изъятия органов из моего тела и я могу сказать осложнения были там радиотерапии и так далее и после этого говорили что пройдет время и скорее всего будут появляться какие-то осложнения возможно там сердечно-сосудистой системы и так далее ну и ставили диагнозы нехорошие которые связаны были с гипертоническим заболеванием сердца ну долго я принимал и триплексаны там целую кучу препаратов как-то мне лучше не становилось но хочу сказать что применяя препарат коэнзим q10 почему-то у меня нормализовалось давление сейчас я его принимал где-то полтора месяца назад после его приема сейчас у меня давление не поднимается я тогда принимал коэнзим q10 мускус по чайной ложки на стакан воды два раза в день и принимал а милотонин милотонин на ночь да компания его разрабатывал для улучшения мнемоники что такое мнемоника это концентрация этот препарат он удивительный я когда-то столкнулся с таким человеком его звали Александр он был из Винницы и общаюсь с ним он говорит да я здоровый у меня ничего не болит я хорошо себя чувствую и так далее я говорю Александр попейте мой препарат тутус потому что заметно что у вас есть проблемы с кровоснабжением мозга и с концентрацией потому что во время разговора он забывал слова применял часто экающие мычащие звуки это же знаете первые признаки проблем сосудов головы когда человек забывая слова произносит слова для поддержки как на это этого чё на как на это этого и так далее давай как на это мы на как на этого это то есть когда человек начинает вот так забывать и это говорит скорее всего о том что развивается на фоне атеросклероза появляются проблемы связанные с сосудами мозга ну и что можно ожидать ну можно ожидать очень много неприятностей в жизни среди которых но наверное скорее всего в дальнейшем проявление инсульта я ему тогда посоветовал александр принимайте мой препарат тутус осинкуты когда он его начал принимать его жена мне говорит андрей андреевич александр вам передал низкие поклоны говорит ну надо же как он хорошо работает данный препарат я тогда сказал данный препарат необходимо принимать вместе с препаратом мне манорам и здоровые сосуды вот и вам я хочу посоветовать принимайте препарат совместно с препаратом мне манорам и здоровые сосуды тутус осинкут или тутус мне манорам и здоровые сосуды по две таблетки три раза в день а еще лучше приобрести дополнительно чай Тутус и заваривать его. Одна чайная... А, он в пакетиках. Один пакетик на один стакан кипятка два раза в день. Заметно прямо улучшится ваше состояние. Мария Аунилов. Здравствуйте, мне. 58 лет. Ревматоидный артрит. На УЗИ показали начинающиеся симптомы жировой инфильтрации, парамхимия печени. Это не от того, что я принимал два года ТФ в больших количествах. Я принимаю 12 лет препараты компании Тибетская формула не просто в больших количествах, а в мега больших. Я принимаю их стабильно и очень давно, 12 лет подряд. Я каждый день выпиваю приблизительно 25-40 грамм пищевых добавок, которые производит моя компания. И я могу сказать, что здоровье мое великолепно. То есть, вот раньше было там жировая инфильтрация печени. И ставили жировой гепатоз после заболевания. Потом сняли этот диагноз. Вообще, почему появляется жировой гепатоз? Он появляется на фоне того, что у человека необходимо поддерживать печень. То есть, необходимо поддерживать выделение желчи, необходимо поддерживать саму печень, необходимо меньше углеводов, необходимо больше спорта, дыхания и так далее. Чем поддерживать? Ну первое это препарат Тантал, второе это препарат Битулин, третье это препарат Амарум. Вот тем самым и поддержите. А по поводу приема препаратов из жирового гипотоза такого не может быть. Все препараты цито нетоксичны и создать такие условия не смогут. А вот ревматоидный артрит, длительно проистекающий в организме, может гипотетически привести к появлению ревматоидного артрита, к появлению жирового гипотоза. Андрей Андреевич, сейчас Переселенка, предложили работу по первому диплому. Ну сейчас разве у нас семинар ответов на вопросы, Юля? Андрей Андреевич, здравствуйте, скажите пожалуйста, 65 лет, 55 лет, резко стала память, ответил. Климак закончился, ну слава богу. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо, что вы есть. И свет у нас есть. О, можно вас посмотреть, ура, посоветуйте, что мне пропить из ваших препаратов для суставов в последнее время колен. Есть препарат у нас, коллаген называется, великолепный препарат, коллаген. По две таблетки, три раза в день. Также, очень хорошо для суставов, мазь, которая называется бишофитовая. Или вторая есть, называется она можжевеловая, а есть еще габана, моя любимая. Вот можете первую, вторую или третью. Габана лучше всех. У сына 14 лет, частое кровотечение из носа. На данный момент нет возможности приобрести ваши препараты. Чем ему можно помочь? Помочь ему можно следующим образом. Возьмите ключ от любого замка. Оденьте его так, чтобы он висел вот так у него на шее, одетой через голову, как ожерелье на веревочке. После этого пусть висит вот здесь на груди. После чего возьмите, разверните его и положите его так, чтобы он был у него прямо на месте между лопаток. Носите на протяжении одного-двух месяцев. Потом снимите и выбросьте. Лучше в реку, но не обязательно. Главное не дома хранить. Так вот, если так сделать, обещаю, кровотечение закончится и больше его никогда не будет. Но, когда у человека появляются носовые кровотечения, это всегда проблемы печени. Это всегда абсолютно проблемы печени или двенадцатиперстной кишки. То есть обращайте внимание на двенадцатиперстную кишку и обращайте внимание на печень. Двенадцатиперстная кишка, как правило, связана с неврозами, с переживаниями, а печень связана со злостью, с неконтролируемыми вспышками гнева и так далее. Причина моего тремора. Как лечить? Тремор может быть развивающимся заболеванием, которое называется заболеванием паркинсонизма. Насколько я знаю, руки могут иметь место, тремор может быть еще и на хронически сниженной глюкозе при сахарном диабете второго типа. Это может быть еще... Я такое видел. Человек может иметь астеничную форму тела, худеть и так далее. Глюкозы не хватает, начинается тремор рук. Я такое видел. В моей жизни была женщина, которая лечила тремор и говорит, Андрей Андреевич, я не могу, у меня все время руки трясутся и так далее. И я не мог никак ей помочь. Все проверили. Я говорю, она такая полная. Я говорю, а к сожалению, не знаю, как вам помочь. И в дальнейшем она говорит мне, Андрей Андреевич, там... А вот я хочу вам показать фотографии, когда мне было 40 лет, там мне сейчас уже 63 или пока 63. Я хочу вам показать, какая я была и какая я сейчас красавица. И показывает фотографию. Она ко мне пришла где-то метр семьдесят. А на той фотографии, которую я показала мне, она там... Ну, вернее, когда она пришла, у нее где-то килограмм семьдесят пять-восемьдесят она весит и метр семьдесят... Метр шестьдесят, наверное, роста. Ну, такая среднего телосложения. А на фотографии где-то двести двадцать килограмм. И я говорю, ого, а как так получилось, что вы так смогли так эффективно и много сбросить вес? Она говорит, что у нас было... Для меня это была драма. И я попросила, чтобы мне провели там иссякание желудка. Есть такая операция. Исечение желудка. И в дальнейшем я ем меньше, и там вот я похудела, и там... В общем, подробности я уже не помню и так далее. И тут мне стало понятно. Основная ее проблема заключается в том, что ее организм, он имеет определенный вес, в котором она всю жизнь жила. И я ей тогда посоветовал. Смотрите, убрать ваш тремор вам поможет просто дополнительный прием глюкозы. Она говорит, я вам не верю. Это не может быть. Я же вновь поправлюсь. А у меня муж, дети. Я говорю, просто придумайте какую-нибудь глюкозу, ешьте. Чем вылечили? Одна столовая ложка меда. Она начала есть какой-то там мед на ночь. И вот таким образом просто из-за того, что ела на ночь мед, смогла избавиться от тремора. Такое тоже бывает. Далее, по поводу Паркинсона. Паркинсонизм – это заболевание, оно сложное. Так же, как и Альцгеймера. И имеет сходные симптомы. Лечить должен, диагноз должен ставить невролог. Лечить необходимо препаратами, там, мамантина. При шизофрении бывает тремор рук. Но даже в случае, если, там, при шизофрении могут лечить, там, какими-то препаратами, если тремор рук не, как бы, непонятного генеза, означают, там, Абиксу и так далее. Мамантина, Абиксу, ПКМР, там, куча всяких препаратов клинических. К чему я это все говорю? Я заметил, что мне когда-то попалась работа медицинская. И в этой работе медицинской... Прямо сегодня видел эту книгу, где-то у себя на столе, переложил их. И там перечень медицинских работ. Это издательство, которое... Бюллетень такой медицинский. И там, в этом бюллетне, когда-то я прочитал о том, что эффективно принимать дополнительно препараты с высоким содержанием меди при заболеваниях Паркинсона. И были исследования, где было указано, что при использовании дополнительного введения в рацион питания медицинсодержащих БАДов людям, которые болеют с заболеванием тремора рук или Паркинсона, заметно улучшалось общее состояние. И я тогда назначал людям препараты. Это препарат моей компании Алгоцин. Поэтому, если у вас тремор рук, принимайте Дитарекс, чай, и мой препарат Алгоцин. Одна чайная ложка на стакан воды, а один-два раза в день. Я тоже. Когда-то, очень давно, болел тремором рук. Это у меня было связано с неврозами, это было связано с агрессией, может, какой-то нестабильностью в жизни, плюс онкология заболела и так далее. И сам не заметил, как у меня начали трястись руки. И это было постоянно, и мне это мешало контролировать. Я никак не мог это... Но в свое время пришел ко мне один там знакомый, фамилия, неважно, нельзя говорить фамилии, и на улице Харевой там у него был офис, у меня был офис, он ко мне пришел и говорит, Андрей Андреевич, что же у тебя так руки дрожат? Ты что, алкоголик или что? Мне так стало неудобно. Думаю, как меня люди воспринимают? Я тогда работал с политиками, занимался строительством, владел магазинами, и думаю, ну, как же они меня воспринимают вот такого с дрожащими руками? И он ушел, а я вот так сел, начал на свои руки смотреть и говорить, да сколько можно? Как вы меня задолбали? Хорош уже дрожать, знаете, и выругал их. И сделал это несколько раз. Представляете, у меня руки перестали дурнать. Я могу сказать, что это не панацея. Это даже не народный метод. Но лично мне помогло. Поэтому, пожалуйста, если вы попробуете, может, вот так и сможете. Виктория Доникова. Здравствуйте, Андрей Ильич. Что лучше принимать при плохом кровоснабжении в тазобедренном суставе? У сына ставят диагноз асептический некроз сустава бедра. Говорят, плохое насыщение, густая кровь. А, сустава кровью. Смотрите, там развивается некроз, то есть сустав отмирает. Обычно это происходит на фоне таких заболеваний, как полинейропатия. Полинейропатия или полинейропатия. Обычно это происходит на фоне ущемления корешков мозга, отмирания сосудов и так далее. То есть это может быть при сахарном диабете второго типа. Это может быть при тяжелой работе, травме, и может быть где-то демилинизации нервных тканей. И чем это все лечится? Это лечится рутином. То есть необходимо принимать альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3-4 раза в день. Можно 5 раз в день даже. И принимать рутин тоже по 2 таблетки 3 раза в день. А если еще найдете, то еще и кверцетин. Я знаю, что вот такие тяжелые поражения сосудов, да, врачи могут не верить, это мы не доносим, местно не лечим и так далее. Но тем не менее, это очень имеет хороший эффект. Вот если принимать перорально, кверцетин, рутин и альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевая кислота и рутин, все есть в нашей компании. А вот кверцетина нет, но в скором будущем он появится. Но еще определенного вида физиопроцедуры. Какие это физиопроцедуры? По моему мнению, можно восстановить движение крови, ухудшающее свое состояние сустава, если проводить медовый массаж. Может ли человек сам сделать себе медовый массаж? По моему мнению, может, да. И каким образом это все произвести? Как можно произвести медовый массаж? Необходимо взять... Нет, у меня здесь бутылки никакой. Ни баночки, ни бутылки на столе. Можно взять... О, есть, ура! О, бутылка. Масло лампадное. О, что это за масло у меня тут лампадное? Фу. Где оно взялось? Лампадное, я думал, должно быть оливковым. А оно просто лампадное. Хорошо, что здесь бутылка оказалась. Я ее не ставил. Где она взялась, не знаю. Итак, вот такую бутылку берете, наливаете теплой водой, натираете место сустава тазобедренного медом, натираете медом обильно, и этой теплой бутылкой вот так начинаете катать. И как можно дольше. 20 минут, 30 минут. Особенно в том месте, где больше всего болит. Если это делать, то... Если делать ежедневно, а еще, не дай бог, два раза в день, то... Прямо обещаю, это удивит в дальнейшем. Процесс восстановления, скорее всего, будет происходить. И то, что будет происходить, скорее всего, в дальнейшем может удивить врач. Как лечить Паркинсона? Дрожит много, спит, плохо, встает. Только-только к неврологу. Невролог должен назначить мамонтин и давать мамонтин. Из моих препаратов. Во-первых, мелатонин на ночь. Второе, обязательно соник мой препарат. Тоже две таблетки, три таблетки на ночь, чтобы рассасывала. Дальше, алгоцин, одна чайная ложка на стакан воды, два раза в день. Дальше, эль-трептофан, тоже на ночь, две или даже три таблетки. А у меня тремор при нарушении гормонального щитовидки. Может быть, да. При гормональном нарушении, особенно при аутоиммунном тиреодите, или при гипофункции, может дорожать рука. Лампадная вазелиновая. А, да. Андрей Андреевич, помогите. Купить вашу продукцию, габану и вертебраль. Сболят ноги и спина. Я из Казахстана. Инвалид лежачий. На почту посылку. Прошу выслать. Оплачу. Благодарю за. Я с удовольствием это сделаю. Вам необходимо связаться с операторами. Мы отправим вам без всяких вопросов. Объясним, как из Казахстана произвести оплату. Насколько я знаю, в Казахстан мы доставляем. Добрый вечер, Андрей Андрей. Чем СТФ можно помочь отодвинуть менопаузу? Менопауза определяется не наличием или отсутствием месячных менструаций. Менопауза определяется количеством фолликулов ваших или яйцеклеток, которые определяются антимюллеровским гормоном. Вот в случае, если антимюллеровский гормон минимальный, это говорит о том, что яйцеклеток нет и все. Вы понимаете, в чем особенность? Когда женщина рождается, то она рождается с определенным количеством яйцеклеток. Как человек рождается уже с зубами, они там у нас находятся в момент того, когда мы родились. То есть они у нас под деснами все сформированы, с их нервными тканями всеми. Точно так же женщина рождается с яйцеклетками. Яйцеклетки – это как виноград. То есть он уже там в зародыше, каждая из этих яйцеклеток, она там имеет место быть. Не более и не менее. И у каждой женщины есть свой определенный запас этих яйцеклеток. Эти яйцеклетки, они расходуются на протяжении жизни. В случае, если человек худеет, не ест жирное, сильно стрессует, нервничает, то часть таких яйцеклеток переживает тяжелая работа, артриты, артрозы, ревматоидные заболевания, венерические, кожные, гастроэнтериологические и так далее. Это все может в дальнейшем негативно сказаться на количество яйцеклеток. А как отодвинуть? Если яйцеклетки есть, то можно гормонами заставить появиться. А если яйцеклеток нет, то что не сделаешь? Менопаузу каким образом можно отодвинуть? После того, когда у женщины начинается менопауза, то и эстрадиол, и прогестероны, они продолжают выделяться. Почему? Дело в том, что это все не руководится нашими, вашими вернее, яйцеклетками. Это все делает гипоталамус. И именно гипоталамус влияет и выделяет или заставляет, чтобы надпочечники выделяли или надпочечники формировали и так далее. То есть вот гипоталамус, он в ответе. Поэтому в случае, если у вас менопауза, это не значит, что у вас будет исчезать эстрадиол, прогестерон и так далее. Может быть месячных и не быть, а вот как женщина вы все равно останетесь и будете красивой, молодой, веселенькой. Я часто вижу таких женщин в моей жизни, такие женщины присутствуют, которые, несмотря на менопаузу, выглядят просто очень прекрасно. Прям очень-очень красиво. Что влияет на это? Это и правильное питание, и отдых, обязательно ночной сон. Это и растягивание, потому что очень часто влияет на суставы, и с временем суставы становятся менее подвижными. И вот такие легкие занятия йогой, растягивание, диета, дыхание и так далее, может продлить красоту и молодость такой женщины. Как лечить 4 маленькие миомы? Потихоньку увеличится, мне 43. Миомакс принимать препарат, или миокс он называется. Также принимать препарат, называется пастовид. Также обязательно на ночь принимать что-то успокаивающее. Можно успокаивающее, даже медицинский препарат. Адаптол, одну-две таблетки. Почему у вас миома появляется? У вас миомы появляются, я сегодня об этом говорил. Скорее всего это связано с тем, что вы очень голодаете, или очень сильно работаете, или очень переживаете. Выявите, из-за чего это происходит. И эти миомы перестанут увеличиваться. Обычно на фоне голодания у женщин это происходит. Вот голодаете, не доедаете специально, не едите и так далее. Лучше нужно не бояться есть, нужно бояться не шевелиться. Как быстро вылечить хронический простатит? Гомерически смеюсь. Но первое, быстро вылечить хронический простатит невозможно. Почему? Потому что он хронический. Если бы можно было его быстро вылечить, то он бы не был хронический. Вы бы его уже быстро вылечили. Чем можно его вылечить? Мускусом, мускусными свечами. В нашей компании есть препарат мускус. Одна чайная ложка на стакан воды два раза в день. Второй препарат R-модулятор. Одна таблетка два раза в день. Третий препарат называется аденомид. Одна таблетка три раза в день. И утром и вечером мускусную свечу ректально. Курс лечения один месяц. Вот если один месяц это быстро, то за один месяц и поможет. Интересует, как лечится гипотиреоз, аутоиммунный тиреодит. Смотрите, если это гипотиреоз, то это говорит о том, что гипотиреотропный гормон. То есть не хватает тиреотропного гормона. А почему появляется тиреотропный гормон? Он появляется на фоне недостаточности йода или йода дефицита. А аутоиммунный тиреодит. Здесь слово подсказка аутоиммунный. Это говорит о том, что недостаточность иммунитета привела к тому, что появилось аутоиммунное заболевание тиреодит, связанное с щитовидной железой. Разница между данным заболеванием гипотиреоз и аутоиммунный тиреодит глобальная. В одном случае достаточно принимать препараты йод, содержащие при гипофункции или при гипотиреозе. В тот момент, как при аутоиммунном тиреодите необходимо будет принимать гормональные препараты для улучшения иммунитета. Мои препараты можно для увеличения иммунитета. Это Инстамакс, битулиновая кислота. Ну, вот такие. Юля, здрасте. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, препараты для сына 15 лет. Сыпет лицо, плечи. Сдавали анализы нормально. Только вот ферменты маленькое количество. Вот. Это хорошо. Дело в том, что ферменты маленькое количество. Это говорит о том, что, скорее всего, есть проблемы, связанные с энтерозаболеваниями кишечника. Чем можно это все убрать? Первое. Почему это происходит? Это, как правило, происходит при аллергии, связанной с приемом каких-то пищевых продуктов. Уберите молочное и однозначно уберите сахар. Ну, вот глюкозу или сладкое. То есть, по возможности максимально уберите. Второе. Начните давать препараты для увеличения половых гормонов. Это трибулус и мускус и фитоанаб. Трибулус, мускус и фитоанаб. Лечите аллергию. Голит. Одна таблетка на ночь. Гемартан. Одна таблетка. Два раза в день. И фитоанаб. Дальше трибулус и мускус. По одной чайной ложке мускус. Два раза в день. Фитоанаб и трибулус. По две таблетки два раза в день. Вот таким образом. Как ферменты лечить? Голитом. Также можете давать ему чайную ложку соды. Один раз в день на стакан воды. На самом деле. По поводу соды. Я уже рассказывал на прошлом своем вебинаре. Я говорю, что обозначает сода. Очень часто говорят глупости по поводу соды. Знаете, давайте использовать соду как антоцидные препараты. Сода внутри вены и так далее. Сейчас говорят о том, что содой можно вылечить онкологическое заболевание. Сода это бикарбонат натрия. Имеет формулу натрий СОН. Правильно? Натрий 2СОН. Сода. Формула. Забыл как-то я. Натрий АШСО3. Натрий АШСО3. Вот это не очень. Пищевая сода. Натрий АШСО3. Вот смотрю на формулу. Если добавить соляную кислоту, которая находится у нас в кишечнике, в нашем желудке, вернее, не в кишечнике, то получится натрий у нас объединиться с хлором и получится натрий-хлор. Правильно? То есть получится пищевая соль. У вас высокая кислотность. Вы выпили соды. Что произойдет у вас? Натрий станет натрий-хлором. Дальше выделится H2O. Дальше вот эта валентность здесь вот такая есть. И получится CO2. Все. Получится натрий-хлор, H2O и CO. Все. Углекислый газ одним словом. Получится соль поваренная, вода и углекислый газ. Вот что произойдет, если вы пьете соду. Таким образом соляная кислота превратится в поваренную соль. А поваренная соль, как известно, является мощнейшим противо-антигистаминным средством. Хотите вы в это верить или не хотите? Дело в том, что когда человек начинает болеть аллергией, даже у него отек венки, то наряду с применением гидрокортизона обычно вводят гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция – это вещество, в котором разведено в воде кальций, карбонат кальция и поваренная соль. Таким образом, лечение аллергии – это парентеральное введение поваренной соли и кальция. Поэтому чем нужно лечить человека от аллергии? Ну, можно давать ему соль и кальций. Вот вам и рецепт. Галина Ковалева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мне на паузу. Но уже несколько лет окна и на лице. У моей жены? У нее есть нереальный, офигенный, мега потрясающий, мега потрясающий бальзам. Я не видел ни одного человека, которому бы она это дала и у которого бы не исчезла акне. То есть это чудо какое-то, мега чудо. Вот нужно общаться с ней. Вот она не хочет ни продавать, ничего не хочет делать, но оно у нее есть. Я просто вижу, как она спасла всех моих знакомых, всех детей знакомых, моего сына и там каких-то подружек и так далее. То есть это потрясающе. Это рецепт, который вот она там сама где-то как-то сделала и там два компонента, но это то, что она делает, чудеса делает. Но она собирается это выпустить в формате косметической компании Мизония, которая в дальнейшем будет выпущена. Но я так вижу, мы ближайшие пять месяцев, скорее всего, не будем выпускать. Но данный препарат могли бы, наверное, продать. Ну, давайте еще раз. Если акне, то что это такое? Акне это обычная реакция нашего кишечника на, как правило, пониженную кислотность. Почему? Дело в том, что пониженная кислотность, как ни странно, очень часто приводит к появлению энтерококков или энтерококозов. Это такие заболевания, которые появляются в кишечнике. Там очень много есть у нас всевозможных кишечных палочек. Руководит этим всем биотины, наша бактерия, самое главное, это аскерманси. В случае, если ее недостаточно, то появляются энтероколи бактерии или какие-либо другие злокачественные коки. И они начинают, их много, я как-то поумничал, и мне кто-то написал, так, что ты еще, что за чепуху придумал. После этого человеку отправил ссылку, где указано около, по-моему, 400 или 500 коков, которые находятся у нас в нашем, энтерококов, которые находятся, или бактерии, которые находятся у нас в кишечнике, причем злокачественных, которые можно определять, но это все очень дорого, да и незачем, и так далее. Ну, а единственная бактерия, которая может справиться с этим, это наша анкерманси. И она руководствуется, она может вырабатываться исключительно в случае, если нет аллергии, потому что она от аллергии умирает. Достаточно соли, потому что ее соль стимулирует. А почему соли? Дело в том, что соль стимулирует выделение соляной кислоты. Вот смотрите, как человек ошибается. Он говорит, Андрей Андреевич, я пью соду и использую это как вещество, которое снижает кислотность моего желудка. Вот смотрите, как все работает. Вы выпиваете соду, у вас снижается кислотность за счет того, что соль образуется, натрий хлор. Но там же есть еще углекислый газ. А углекислый газ, он воздействует на слизистую оболочку желудка, создавая нереальное стимулирование и выделение огромного количества соляной кислоты. Это даже в медицине называется обратной помпой. То есть начинается стимуляция и компенсация соляной кислоты за счет стимулирования слизистой оболочки углекислым газом. Таким образом происходит дополнительное, чрезвычайное, усиленное выделение соляной кислоты. Помпа наша открывается, клапан пищевод открывается в случае, если у нас там недостаточно кислоты. Он обвисает, а если достаточно, он закрывается. Именно поэтому женщины очень часто там голодают, жирного не едят, во всем отказывают, сладкого не едят. Там у них еще и там завернуты эти желчные протоки, они горького не едят, алкоголь не пьют, ведут здоровый образ жизни. А у них развиваются потом вот такие заболевания от запоров. Почему? В организме так все устроено. Если почки изнашиваются, то появляется почечная недостаточность. Если сердце изнашивают, то появляется недостаточность сердечная, которая проявляется в виде, допустим, ишемического заболевания сердца. В случае, если печеночная недостаточность, появляется жировая дисплазия печени. Ну и так вот во всем нашем организме вот так оно происходит. То есть желудок, он тоже может не работать, то есть появляется усталость. И на самом деле его усталость заключается в том, что он не может выделять соляную кислоту. А его нужно чем-то стимулировать. Почему? Боржоми помогает. Потому что там углекислый газ и соль. И вот что происходит. Соль попадает, при этом еще и карбонат там находится. Карбонат для чего? Карбонат, он покрывает нашу слизистую оболочку желудка и лечит фактически изъязвления, которые созданы или попали, или начали там появляться за счет функциональной деятельности злокачественных бактерий, которые там находятся. И нужно чем-то лечить. И чем же лечить? Увеличивать прием соли, увеличивать прием кальция. Ну и великолепный есть препарат, я очень рекомендую. Бетаин называется. Прям очень рекомендую. Три, два-три месяца принимайте бетаин по две таблетки три раза в день и аскорбиновую кислоту. Ничего не бойтесь. Я вам говорю, самые тяжелые заболевания желудка излечиваются. Ну и еще хорошо, лизоцин. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Пожалуйста, что можно попить моему мужу при высоком давлении? Почти год назад инсульт был, пары с левой стороны и диабет инсулинозависимый. Спасибо огромное. Я рекомендую, я сегодня уже говорил. Во-первых, нужно провести ему декомпенсацию этого пореза, то есть провести реабилитацию после инсультной. Какими препаратами? Я разработал препараты. Это препарат, один называется «Здоровые сосуды», второй называется «Антипорезин» и третий называется «Децепин». «Децепин, антипорезин, здоровые сосуды» по одной таблетке два раза в день. Это заметно улучшит его состояние, он прямо на глазах начнет лучше себя чувствовать. Второе, что необходимо делать. Начать ему давать препарат нашей компании «Тонизон» по две таблетки два раза в день. И «Коэнзим-Ку-10» одна таблетка два раза в день. Еще «Мускус» одна чайная ложка на стакан воды два раза в день. И на протяжении дня поите его как можно чаще лимонным соком. Поить, серьезно говорю, поите его лимонным соком. Мне один человек говорит «Андрей Андреевич, за чепуха, ты назначаешь это людям» и так далее. И потом у него случился инсульт. И он мне звонит и говорит «Олег Романович его зовут», и говорит мне «Очень-очень знаменитый политик украинский». И говорит мне «Андрей Андреевич, лечусь я, вот лечусь». А у меня у него еще тетра-парез, там отняла ему правую руку, правую ногу, с левой стороны нога, он почти не шевелится, только там левая рука немножко. И там лицо перекосило. Ну он еще и очень выпивающий такой человек. Гипертония болеет хронически, никогда не лечился. Вечно там коню наскаку остановит и хобот моторит. Я говорю ему «Так если…» Он говорит «Ну я сразу хочу сказать, я таблетки никакие пить не буду. Это все химия, давай мне лечить чем-то натуральным». Я говорю «Понятно». Но я ему тогда предложил «На протяжении дня выпивайте просто лимонный сок». Пейте лимонный сок. Лимонный сок сам по себе очень сложно выпить. Но если в лимонный сок добавить поваренной соли, то пить его легче. Лимонный сок с поваренной солью очень эффективно действует на повышение соляной кислоты. Соляная кислота очень эффективно действует на выработку новых островков Лангерганса в поджелудочной железе. Также активирует работу поджелудочной железы. Также за счет этого происходит ее… За счет этого входит в… Из-за того, что она кислая, входит в двенадцатиперстную кишку. Из-за того, что она кислая, начинается рефлюкс желчи в двенадцатиперстную кишку. И происходит очищение желчи, желчного пузыря. Ощелачивает эту структуру лимонной кислоты с солью. И после этого это великолепно воздействует на общее состояние почек. Активирует работу почек. Уменьшает, улучшает работу интимы. Почему? Дело в том, что кислоты, они сами по себе являются вазоконстрикторами. То есть кислоты, они могут сужать просвет сосудов, лечить сами сосуды. Сейчас я скажу правильно. Наоборот. Они вазодолотатор. Наоборот, расширяются. Ну, в общем, не могу сейчас вспомнить. Не знаю. Не готов к данной теме, но если захотите, можно подготовиться. И на ночь небольшое количество сливочного масла. Вот на ночь он ложился, выпивал сливочное масло. Там небольшое количество. А на протяжении дня, я не говорю стаканами, а принимал там чуть-чуть или там по пол лимона с солью два раза в день. Отеки сошли, давление перестало подниматься. А, еще он принимал растения. Бессмертник полевой, березовые почки, ромашка, зверобой. Тибетский рецепт, да. Одна столовая ложка на стакан воды утром и вечером. При этом ему проводили терапию, массаж и так далее. Заметно улучшив его состояние, кстати. Ну, могу сказать, что это ему. В том числе это помогло. Валентина Цыганкова. Мужа папилломы в паху. Я вам ответил, я не смогу вам помочь. Нужен кожевенеролог. Не могу вам помочь. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как загустить кровь. Есть великолепные препараты. Это препараты группы рутиновых. Или прекурсоры рутина. Биофлавоноиды их называют. Это кверцетин и рутин. Кверцетин, рутин и что там еще? Ну, в общем, кверцетин и рутин. Рутин у нас есть. Вот можно принимать рутин. Рутин загущает кровь. Скажите, пожалуйста, я заболела. Два раза высмаркивая желтые сопли. Такое ощущение, что они там застряли. Как можно помочь избавиться от них мужу? Совсем безразлично, что я заболела. Ну, в случае, если у вас есть болезнь, и она связана с назальным заболеванием каким-либо, то необходимо посмотреться у лора или обратиться к лору. Пусть бы поставил вам диагноз, чем вы болеете. Может, вы болеете танзелитом или гайморитом. И вам необходимо назначить курс лечения антибиотики, физиопроцедуры, ингаляции разные. Какие мои препараты? Я рекомендую эмбрионозин. Рекомендую сосательные таблеточки. Называются Лизам. Рекомендую Лизам. А мужу безразлично. Ну, такие они мужья, слушайте. Помогите избавиться от нервного состояния. Дрожит все тело, голова кружится. И как в тумане болит лево, правое плечо и правое бедро. Хочется чувствовать себя здоровой. Вот в начале этого семинара я рассказывал о том, почему происходят вот такие вот состояния. Откуда вы нервы? Почему все тело дрожит? Говорю, да. Не худейте, делать этого не нужно. Далее, начните, увеличьте в рационе питания жирную пищу. Каждый день съедайте что-то жирное. Сливочное, масло, кусочек там, оливкового масла с хлебушком или еще с чем-то. Но обязательно пусть это у вас будет. Второе. Болит правое и левое бедро? Натирайте камфорным спиртом. Из моих... Из нервное состояние медпрепарат Адаптол. Две таблетки на ночь. Или две таблетки утром, две таблетки вечером. Из моих препаратов Алгоцин, Паставит, Серантал, Мазгабана. Два раза в день. Как загустить кровь? Ответил. Кровь загустеет при приеме калина красная, рябина черная. Рябина черная, да. А калина красная, нет. От калины красной не загустеет, а от рябины черной загустеет. Да. Я желаю вам здоровья. До свидания. Надеюсь, вам данный вебинар был интересным. Обязательно перейдите на мой канал. Вернее, на мой сайт, который называется сайт tibetan-formula.com И перейдите к акции, которая прямо сегодня у нас проходит на моем сайте. Это акция минус 30% на все продукты компании Тибетская формула. Татьяна Чирочкина. Учитель, подскажите, если сыну 15 лет, каждый хочет сделать замечание ему. Не могу понять, в чем причина недовольства на ровном месте и из всего. Ребенок добрый, хороший и отзывчивый. Почему им все недовольны? Возможно, есть какой-то препарат или практика, чем ему помочь. Вижу, что несправедливо его ругают. Когда будет идти в школу, представляйте, будто он находится у вас, тепло, которое есть у вас в животе, находится в... что он находится в таком тепле. И его перестанут в школе дразнить и обижать. Дальше, для того, чтобы ребенка не дразнили и не обижали, ему, как ни странно, просто необходимо подавать кальций. Говорю это серьезно. Есть такая особенность. Дело в том, что... Кальций стимулирует мужские гормоны. В случае, если... Вот, а где калий находится? Глюкоза, это калий. Ну и так далее. Поэтому, если давать больше кальция, то происходит формирование мужских гормонов. Когда мужские гормоны у мальчика начинают активно проявляться, то мальчик становится бесстрашным. Он становится импульсивный, агрессивный, жесткий. И его начинают опасаться, бояться и так далее. Поэтому, чуть-чуть больше кальция, чуть-чуть меньше сладостей. И ваш ребенок к нему начнет совершенно по-другому относиться. Я желаю всем счастья и добра. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...